Сейчас с нами Леонид Гозман, политолог, выходит с нами на прямую связь. Давайте начнем разговор с переговоров, которые перехватила, ну, по крайней мере, так было объявлено, белорусская разведка. Эти переговоры свидетельствуют, что Берлин фальсифицировал данные об отравлении Алексея Навального. Также в этих переговорах, расшифровка которых появилась в том числе на лентах информационных агентств, сказано, что Лукашенко оказался крепким орешком. Удивило вас что-то в этих расшифровках? Да, потому что я никак не ждал такой креативности от, как его звать, Александра Григорьевича. Значит, понимаете, ему так хочется остаться главным начальником по Беларуси, ему так хочется доказать Кремлю, как он важен и нужен, что он идет на уже совершенно крайний идиотизм, конечно, просто крайний. То есть, ну, то, что все это бред понятно, но я бы развил это дело. Вы знаете, мне кажется, что вообще пропаганда работает недостаточно хорошо. Я вот как-то вот понял, что есть очевидные доказательства, надеюсь, что Александр Григорьевич их найдет, что Навального, на самом деле, отравила Светлана Сихановская. И сделала она это прямо в самолете, вот, когда он летел из Омска в Берлин. А в самолет она попала, притворившись запасным парашютом. Вот. Причем у нее явно нету алиби на эти часы. Вот мне кажется, очень надо как-то так, ну, знаете, больше с огоньком как-то работать, а не так вот традиционно, как они делают. В общем, Александр Григорьевич, конечно, молодец, но его все равно главным начальником Беларуси не оставят, потому что слишком дорого это будет стоить всем. Его все равно выгонят. Шустин слушал не улыбаясь, когда Александр Лукашенко докладывал ему о перехвате, который сделала белорусская разведка. Вы знаете, любой начальник, даже вообще, я бы сказал это иначе, любой человек, который оказывается на должности начальника, он приобретает навык не улыбаться в таких ситуациях, а сидеть с каменным выражением лица. Вот. Даже я, грешный, будучи членом управления РАОЕС России, однажды был на совещании, которое проводил полномочный представитель президента по Южному федеральному округу, генерал такой был уважаемый. И генерал говорит, я, говорит, всегда говорил, что чеченцы и бандиты – это два совершенно разных синонима, сказал генерал. Вот. И это было очень интересно смотреть. Некоторые люди не поняли, что он сказал, они как сидели, так и сидели. Но участие, в основном у всех, кто от РАОЕС приехал, у них стали совершенно каменные лица. Знаете, вот такие вот каменные, как сейчас было у Мишустина, да? И я думаю, меня тоже, потому что я же тоже не хрюкал от радости, когда он сказал, что это два самых разных, даже два разных синонима. Так что нет, ну, послушайте, всерьез все-таки относиться к Истопаду Александру Григорьевичу сейчас уже не стоит. Серьезно, надо относиться к тому, что он, конечно, если понадобится, еще будет кровь проливать. Если понадобится, будет еще людей убивать. Это можно не сомневаться, он, конечно, все-таки конченый от морозов. А его вот эти вот вещи, ну, повеселил народа. Ладно, спасибо. Ну вот пишут и задают вам вопросы. Какая будет реакция Германии и Польши на эту запись, предъявленную Лукашенко, если это неправда? Вот спрашивает Маргарита у вас. Будет ли эта реакция? Ну, послушайте, ну какая может быть реакция на идиот, простите? Ну, какая? Ну, они скажут, это фальшивка. Вот и все. Что они должны там себя пяткой в грудь бить? Ну что они могут сделать? Треск в эфире. Появился вот только сейчас. Может быть, отошел микрофон, может быть. Не знаю, как сейчас. Вот, сейчас мы отлично вас слышим. Да, сейчас мы отлично вас слышим. Треск, треск исчез. Это все белорусская разведка, я думаю. Это, да, да, да. Вот это я пошутил про Александра Григорьевича. Он тут же и как бы ответил. Все правильно. Вообще, кстати говоря, в его шутке есть еще один момент, который он, конечно, недооценил. Понимаете, что получается? Если к этому отнестись серьезно, получается, что белорусская разведка круче российской. Потому что российская не смогла перехватить, а белорусская смогла. Я боюсь, что в Кремле это может не понравиться. Что-то много на себя берешь, Александр Григорьевич. Вот понятно, что в паре Россия и Беларусь он должен быть младшим братом, а он вдруг сказал, что у него разведка лучше. Ну, в частности, Лукашенко, на ваш взгляд, как будет действовать он сейчас в целом, учитывая эту ситуацию, которая сложилась в стране? Он заявил недавно о том, что он предложил, вернее, сам Александр Лукашенко, предложил создать незавязанную на Лукашенко систему. Вот какие на ваш взгляд? Лукашенко предложил создать незавязанную на Лукашенко систему. А завязанную на Александра Григорьевича, по-видимому. Ну, послушайте. Александр Григорьевич в полной панике, потому что по уму, вообще, по нормальному развитию событий, ему быть под трибуналом. Ну, это очень понятно. Под трибунал, причем, никакой не гаги мифической, а трибуналом белорусского народа. И если бы им не мешали, вот, из Москвы, то так бы уже, конечно, и было. То есть, ну, еще бы не было, но к этому бы, разумеется, шло. Вот в страхе, а также в желании сохранить хоть какую-нибудь должность, он готов на все. Он предал все и всех уже. Он совершил акт государственной измены, когда он попросил ввести в страну иностранные войска. А он ведь уже попросил Путина. Помните, он же это уже говорил, да? И это, вот, у нас это называется «взмена родине». В Украине это называется «государственная измена». Я не знаю, как это называется, у вас. Но тоже наверняка как-нибудь так же. Наверняка карается примерно так же. Янукович заочно, на заочном суде получил 13 лет уже за это дело. Вот. То есть, это серьезное преступление. И он, конечно, готов на все. Вообще на все. Он готов убивать, он готов лечь под Путина, он готов исполнять роль шута при дворе путинском и так далее. Он на все готов. На самом деле важно не то, что будет делать он уже сейчас. Он уже потерял субъектность. Понимаете? Он потерял субъектность. А важно, что будет делать Путин. Вот это действительно важно. Потому что Путин субъектность сохраняет полностью. А Лукашенко субъектность потерял. И его судьба теперь будет определяться не им. Он уже сам свою судьбу не определяет. Вот пишут у нас в чате, у них же союзный договор. Сколько сейчас это, кстати, имеет значения? Да никакого. Это и не имело никогда значения. А сейчас тем более не имеет никакого значения. Какая разница? Нет, вы понимаете, Лукашенко уже сдался. Лукашенко сдался. Я думаю, что цель властей моей страны это полная аннексия Беларуси, поглощение ее и создание из Беларуси чего-то типа Татарстана или Якутии, или там чего-то еще. Беларусский народ, я полагаю, имеет на этот счет другое мнение. Я думаю, что мнение беларусского народа окажется важнее мнения тех начальников, которые за его спиной готовы вообще все продать и предать. Да, мы попросим вас в микрофон, чтобы он не соприкасовывался с одеждой, тогда он дает треск просто, и мы тогда вас хуже слышим. Вот нам режиссер подсказывает, что можно сделать для того, чтобы... Слушай, когда здесь... Сейчас я выдержу. Лучше, но вот... Вот, мы теперь вас отлично слышим. Далее Якутия, сейчас мы слышим вас. Я уже давно его... Отлично, если вернуться все-таки... Ну хорошо. А вот иногда соприкасаются, судя по всему. Вот если вернуться к ситуации, которая произошла с Алексеем Навальным, потому что, в частности, темы перекликаются, если раньше они перекликались, исходя из каких-то теорий заговоров, ну так или иначе, теорий заговоров неподтвержденных, то сейчас уже Лукашенко все-таки это прокомментировал, и можно сказать, что все это теперь связал. Ну вот, что касается Алексея Навального, как на ваш взгляд, будет ли уголовное дело, начнут ли в России? В частности, Песков это прокомментировал, он сказал о том, что начнутся ли будут доказательства, но и в целом мы видим сейчас давление мировой общественности и НАТО, и так далее, то есть все призывают к расследованию. Меркель, в частности, в довольно жесткой форме, пригрозив санкции, скажем так. Вот что на ваш взгляд будет с этим? Ну, вы знаете, может быть, им удастся продавить начало уголовного дела, может быть, я этого не исключаю, но совершенно очевидно, что уголовное дело установят, что никто его не травил, что все замечательно, на нашей родине, никого новичка, разумеется, не было, он просто поел что-то не того. Ну, это вот результат очевиден. Ну, послушайте, они уже, что, первый раз, что ли, да? У нас было убийство Немцова. И за убийство Немцова организатором был назван, вы не поверите, водитель, заместителя командира батальона. Знаете, он организовал убийство Немцова под стенами Кремля. Вот. У нас было убийство Ани Политковской, светлая память, никто вообще не чухается, естественно. У нас много уже чего было. У нас была анаксия Крыма, была война на Донбассе, было вообще, господи, чётку у нас не было, к сожалению, да? И виновных, разумеется, нет, и ничего мы не делали, и нас там не стояло, и всё это грязные антироссийские провокации. И сейчас будет то же самое. Ничего нового-то не произошло. То есть, эта история вообще чем закончится? Ну, надеемся, что Алексей Навальный выздоровеет, но, тем не менее, она что-то изменит вообще? Там, в российской структуре, власти, общества, отношениях? Или просто будет ещё одним таким пунктом в истории России, в истории отравлений в России? Ну, отравлений, убийств, беззаконий и так далее. Через несколько дней после попытки убийства Алексея тетушки, так называли украинских бандитов, теперь у нас тоже их так называют, значит, тетушки избили Егора Жукова, молодой парень, студент Вышки до недавнего времени, очень такая, как бы, считается восходящая звезда нашей оппозиционной политики. Избили Его, он с черепно-мизговой травмой в больнице. Это вот всё идёт таким потоком, да? Так вот, я думаю, что на ответ на ваш вопрос я полагаю, что ничего не изменится после убийства Алексея. Это ещё одно преступление в ряду других преступлений. Это не качественное изменение, а количество накапливается, это аккумулируется. А вот что изменится в мире, не будет никаких там разрывов дипломатических отношений и всего прочего. Я полагаю, что Ангела Меркель и Северный поток-2 не остановят, потому что он выгоден Германии. А будет вот что, будет усиливаться подготовка, военная подготовка Запада, потому что они понимают, и это ещё одно доказательство, что, к сожалению, от моей стороны можно ждать чего угодно, и она может, не считаясь ни с какой разумом, ни с какими даже собственными интересами делать какие-то авантюры, ну и, соответственно, надо быть готовы. Знаете, у скаутов был такой лозунг замечательный, be prepared, будь подготовлен, потом его украли для пионерской организации, но немножко в другом варианте он получился, будь готов. А вот будь подготовлен, будь готов, будь подготовлен к отражению угроз. И вот я думаю, что они это делают, я думаю, что они и усиливают финансирование, и усиливают, как бы, качество и интенсивность работ в этом направлении, тренаж армии и прочее. И вот это очень правильно, и это, на самом деле, очень опасно для нас, для Российской Федерации, для государства российского, потому что, естественно, Россия тоже втягивается в гонку вооружений, не вот в этом мультяшном, когда, значит, там Путин показывает на мультфильм, как там ракеты летают, 27 скоростей света и так далее, а на самом деле Советский Союз не выдержал, между прочим, именно гонки вооружений в свое время. Я думаю, что нас ждет примерно та же судьба. Те, кто приказали отравить Алексея Навального, я уверен, что это люди в Кремле, они, конечно, являются врагами нашего Отечества, это совершенно точно. Какие бы должности они не занимались, сколько ни было звезд на погонах. Спрашивает у вас Борис, чувствуете ли вы какую-то ответственность как человек, который в 90-е был близок к власти? Я был близок к другой власти, я был близок к власти моего президента Бориса Николаевича Ельцина, светлый ему память. Я был близок Егору Гайдару, советником которого я имел честь быть, а Егор Гайдар был, совершил для России даже больше, чем, допустим, Людвиг Эрхарт для Германии или Ляшин Батровича для Польши, это был великий человек, я считаю огромной для себя честью и удачей, что я мог быть ему как-то полезен. Другое дело, что мы все, и лично я, и наша команда, мы, конечно, сделали определенные ошибки, конечно, сделали, и в этом смысле да, и я понимаю, что есть какие-то вещи, которые я, наверное, мог убедить Егора. Вот, ну, сколько у нас были хорошие отношения и вполне такие дружеские, да, я, наверное, есть какие-то вещи, которые я мог там прийти к нему в кабинет, сесть и сказать, нет, вот ты меня выслушай, вот надо вот не так, а так, вот ты делаешь ошибку там и прочее, а в какой-то момент я не смог его убедить, да, в этом я виноват в каких-то там своих, своих недоработках, но в целом я думаю, что правительство Егора Гайдара было лучшим или одним из лучших правительств в истории России, не только советской или там постсоветской, и в истории Российской империи там и так далее. Его можно сравнить только с правительством царя-освободителя в первые годы его реформ. Больше ничего подобного в России не было. Ну вот есть такое мнение о том, что все то, что происходит в России сейчас, это причина этому, как раз выборы, которые прошли в 96-м году, нечестный формат выборов в 96-м году, что вы можете по этому поводу сказать? Значит, я вам скажу вот что, поскольку я имел отношение к тем выборам, я имел отношение к тем выборам, значит, это на выборах Бориса Николаевича Ельцина не было фальсификации в пользу Бориса Николаевича Ельцина. Вот разговоры о том, что там выиграл Зюганов, а записали победу Ельцину, это неправда. Это неправда. Значит, ну я это знаю, но знанию можно не поверить моему, есть доказательства. Есть доказательства, это очень подробные расчеты, голосования за Ельцина, за Зюганова в первом туре, во втором туре, по разным регионам, по разным избирательным комиссиям и так далее. И вот теми самыми математическими методами, которыми сегодня так легко доказываются фальсификации безумные на нашей территории, этими же методами достаточно легко доказать, что никаких фальсификаций в пользу Бориса Николаевича Ельцина не было. Была ли кампания в пользу Бориса Николаевича, так сказать, безупречной? Нет, не была. Нет, не была. Значит, в ней было много такого, чего не хотелось бы видеть в нормальной, демократической, стабильной стране. Был ли другой выход? Не знаю. Думаю, что не было. Думаю, что не было. Но что я точно знаю, что наша сторона, сторона Бориса Николаевича Ельцина, ничего не фальсифицировала. Ельцин выиграл абсолютно честно. Вот за него действительно проголосовало столько, сколько было объявлено. Вот ровно столько, сколько было, сколько проголосовало, столько и было объявлено. И в первом туре, и во втором туре. И все, между прочим, было на волоске. Это были настоящие выборы. Это были настоящие выборы. Мы не знали, чем закончится первый тур. Мы не знали. Я помню эти минуты, когда пошли вот эти цифры. Пошли цифры, и вот они пошли, пошли. И вот где-то побеждает Зюганов, где-то побеждает Ельцин. И мы не понимаем, чем это закончится. И вот этот ужас, не дай бог, победит сейчас Зюганов. очень это было все тяжело очень было на грани ну там например например тяжелую болезнь бориса николаевича ельцина между двумя турами и и скрыли да я скрыл но нет закона который заставляет рассказывать о том что ваш кандидат заболел там закона нет конечно хотелось лучше все было более открыто и прозрачно и так далее но я надеюсь так и будет когда-нибудь но мы не чего мы ничего не принципиции вот этот поверьте это было честно что теперь будет северным потоком 2 вот как вы считаете история с навальным каким-то образом повлияет на реализацию этого проекта вы знаете не хочу никого расстраивать сервис поток 2 будет будет достроен я вот уверен совершенно потому что северный поток 2 выгоден экономически выгоден германии и госпожа меркель как человек который отвечает за выгоду германии она уже четко сказала моего достроим она его достроит обязательно хотя у нее бундестаги есть люди которые говорят нет не надо достраивать там и так далее вообще господа вы поймите пожалуйста что как бы ни относились там меркель макрон кто угодно вот этому средневековой дикости которую значит сейчас демонстрирует наши власти да вот отравление алексея анатольевича все эти все эти омерзительные безумства которые они сейчас совершают да как бы к этому не относились люди на западе значит они должны быть прагматичны ангела меркель канцеля германии не для того чтобы помогать нам в россии наводить порядок на своей земле вот она не для этого концерт германии а концерт германия для обеспечения безопасности и благополучия немцы а макрон президент франции для французов они для нас да конечно стратегических интересов состоят в том чтобы россия была нормальной демократической страной но ради этих долгосрочных интересов идти на риск войны идти на риск серьезных экономических сложностей они не пойдут на это ни в коем случае я думаю что они будут вооружаться это вот это они будут делать если бы я мог знаете вот если я мог попросить ангела меркель например на это поговорить не один на один сам я выслушал да и спросил его слушая чё на хочу нам делать а чё ты хочешь да например вот если бы у меня с ней состоялся гипотетический разговор то узнаете я бы не просил ее о том чтобы там я не знаю путина назвали убийцей чтобы разос чтобы прервали дипломатические отношения там и так далее нет нет я бы не просил об этом я просил ее о другом я просил ее о помощи тем людям которые ведут борьбу за свободу у нас сегодня я попросил ее сказать заранее всем что те люди которых будут преследовать по политическим мотивам в россии найдут убежище в европе найдут убежище они получат статус они получат финансовую там материальную поддержку там и так далее чтобы люди которые идут в этот тяжелейший и часто безнадежный бой чтобы они знали что все-таки случае чего и моих семьями есть куда отступать я бы попросил ее усилить моральную поддержку тех кого преследует режим сегодня наш режим да кого судят кого увольняют кого вообще загоняют в тупик и так далее я попросил ее уже думая долгосрочных интересах не сворачивать а расширять образовательные программы ну не только немецкий вообще запада да чтобы помочь нашим молодым людям жить не в том не в том диком мире который для них создает наша официальная пропаганда где земля плоская россия окружена врагами навального никто не травил там научим поиск наш режим же на лжи стоит на искаженном представлениями я попросил ее помогать нашим молодым людям получать образование ну и так далее вот и я не могу просить ее не стал бы его просить вмешиваться в нашу борьбу потому что это наша борьба только мы сами можем вообще что-то изменить но помочь они в принципе могут это более важно чем те картинные жесты которые они все равно никогда не сделают и о которых их зачем-то многие у нас просят ну типа тип отношения разорвать чё-чё-то такое сделать нет они не будут действовать в ущерб себе но не в ущерб себе они могут действительно помочь нам это недорого будет стоить а до нас это будет очень важно мне кажется ну что ж мы благодарим вас леонид госман был гостем нашего стрима в этот поздний час спасибо большое спасибо время выйти к нам прямой эфир большое вам спасибо всегда рад